Так, ну что, ребят, всем привет, сегодня обсудим топ китайских криптовалют, перейдем сразу к делу, не будем размусоливать, я рассмотрю графики и скажу, стоит ли их закупать, либо нет, самый быстрый видеоролик, ну, постараюсь, по крайней мере. В общем, Neo, WeChain, Conflux, Huobi, Filecoin и многие другие криптовалюты, я не буду рассматривать технологии, потому что технологии я рассматривал в других роликах, перейдем сразу к делу, давайте перейдем к Neo. Стоит ли сейчас брать? Нет, не стоит, XE она уже дала, я давал, кстати, рекомендацию в закрытом клубе, можно было выйти на самых хаях, на, кстати, вот этой свечке, ну, кто-то скажет, вот эта свеча была выше, но это уже свеча была коррекционная, если. В нынешнее время сложно найти надежный метод заработка и приумножения своих инвестиций. Я лично ежедневно анализирую рынок на возможность удачного входа и фиксации прибыли. Один из лучших вариантов грамотного инвестирования своих средств, это проект GreenLeaks.io, дающий от 3 до 5% прибыли в день, на надежной и постоянной основе. Я лично инвестировал в данный проект более 4000 долларов и на стабильной основе вывожу свои дивиденды. Здесь также моментально выводится тело инвестиций и в целом это надежный проект, на котором я заработал хорошую прибыль и остался очень доволен. Я и далее зарабатываю на инвестициях в GreenLeaks.io, так что если хотите, можете участвовать со мной, а я буду держать вас в курсе всех новостей по данному проекту. Ссылка на проект в описании под роликом. Здесь просто собрали стопы шартистов, но опять же таки вот эта свечка, которая была у нас одной свечой, мы сходили на 40%, и если вы докупали, к примеру, данную криптовалюту, то можно было зафиксировать, получается, практически 2,5x, ну 2x как минимум, то есть я давал выход по данным отметкам. Ну, кто не верит, можете не верить, если не забуду, прикреплю скриншот с пруфом, вот, если забуду, ну поверьте нас, что-то да. Вот, поэтому давал рекомендации в тот день. По поводу WeChain, многие тоже спрашивали, стоит ли сейчас ее брать. Ну, сейчас на данном этапе тоже поздновато, насколько я помню, давайте глянем. Да, поздновато сейчас брать, то есть коррекция неизбежна, и вот эта вся ликвидность, которая у нас насобиралась, если кто хотел зафиксироваться, кстати, время еще есть. То есть по этим двум монетам я фиксировался. Давайте откроем здесь на Binance, чтобы было удобней. По поводу того, где данные монеты потом докупать. Докупать я бы начинал бы с тех же уровней, откуда они и стартовали, вот, нащупали, ну, типа, свое локальное дно, не глобальное, а локальное. Вот, поэтому, естественно, вот эти все такие движения, особенно вертикальные, они заканчиваются потом дальнейшей коррекцией, как минимум, а то и обвала. Поэтому сейчас закупаться смысла нет, многие меня всегда спрашивали на вот таких вот движениях здесь, ой, а это разворот, ой, а это разворот. Понимаете, ребят, до разворота еще далеко, да, мы сходили выше вот этого уровня, да, понятное дело, но это нифига еще не разворот, понимаете, это просто локальное движение, не более, не менее. Я об этом предупреждал, куда мы можем упасть, давайте глянем, ну, как минимум, вот сюда мы можем упасть, а как максимум, вот сюда. Поэтому закупаться сейчас рано, рано, ребят, не надо торопиться, то есть, я же говорю, дождитесь отметок, откуда мы стартанули. Если по нео, давайте еще раз покажу, куда мы можем упасть, по поводу нео, здесь мы можем упасть минимум вот сюда, а то и вот сюда, то есть на минус 60% вообще запросто, в легкую, если кто считает, что этого не будет, там этот, а не будет уже все бычий рынок, ну считайте, хорошо, без проблем, я перебеждать никого не собираюсь, поэтому к отметкам марта 2020 года мы уже сходили, кто захотел, мог заработать на отскоке, я на этом отскоке не зарабатывал, я абсолютно откровенен и честен, я не буду вам чесать, что типа я забрал там все движения, как многие блогеры там говорят, что они там все движения забирают, все отскоки, это все чес, потому что забирать все движения невозможно, вот, и все равно какие-то движения, ну как минимум, даже если ты забираешь 7-8 движений, то 1-2 ты будешь пропускать по какой-то монете и так далее, это все чес, вот, поэтому, далее, по поводу остальных конфлюкс, тоже меня часто спрашивали, cfx монеты, я ее давал в 21 году, мы из нее успешно вышли, вот, можно было выйти, кстати, на хорошем пампер, который произошел у нас, произошел у нас, получается, вот здесь вот, да, когда был вот этот памп, можно было забрать вплоть до 4x, потом, соответственно, я ее не докупал, потому что видно, что монета укатывалась, да, было жесткое накопление, но объемчики, на самом деле, ну, были, но я не понимал, что они, как бы, могли бы, ну, вернее, понимал, что они могли быть рисованы, понимаете, то есть монета как-то очень жестко укатывалась, особо волатильности на ней не было, но за счет того, что не было волатильности, потом она бах, выстреливает на 15x, бывает ли такое? Бывает, но это монета щиток, это сверхвысокоисковый щиток, то есть, если вы не фиксировались до этого, то есть, это шахтовая модель, как минимум, почему? Потому что у нас вот это фиксационный пин-барк, да, что называется, молот, такой, неважно, перевернутый, не перевернутый, как угодно называйте, то есть, и, соответственно, здесь были шахты, обычно после такой модели у нас делается и тест, и после этого дальше дам. Вот, поэтому сейчас, если вы там даже выходили, к примеру, здесь, и у вас сработала фома, ребят, лучше забрать хоть что-то, вы здесь уже забрали там 3-4 икса, невозможно, если у вас нет опыта, забирать все движения, понимаете, вы не можете этого понять, вот, если у вас нет должного опыта, знаний и так далее. Ну, а чтобы фиксироваться на хаях, для этого нужно состоять в закрытом клубе, ссылки есть в описании, есть пожизненные подписки, я напоминаю, кстати, если кто забыл, 1 марта 2021 года, я повышаю стоимость на 30%, и порог входа будет в портфеле от 5000 долларов, сейчас пока что можно зайти с копеечным портфелем от 1000 долларов, ну, кому как, ну, я считаю, это не такая большая сумма, вот, поэтому, по поводу этого, можно ли зафиксироваться? Да, я фиксировался бы сейчас всей позиции, всей позиции, что по нео, что по вет, что по cfx, тем более, почему? То есть, если вы держите в долгосрок до более высоких целей, окей, базару 0, можете холдить, как я это, допустим, делаю, я бы не фиксировался, вот, я имею в виду, ну, по cfx я подназначен вышел, потому что это щиток, то есть, по таким щиткам, если они стреляют на медвежки, тем более, ну, не факт, что они выстрелят на бычки, понимаете, они могут выстрелить на медвежки, потом уйти в небытие и скомануть, вот, поэтому такие щитки, ну, по типу, как я давал, там, юнфи, winfinance, там, и так далее, то есть, это все щитковые монеты, высокие из хлеба сверхвысокие, по ним обязательно надо фиксироваться, сколько, если они дают 2 ткса, тем более, 5, 10, там, 20 тксов, 100 тксов, неважно, обязательно надо выходить, понимаете, выходить, как минимум, половина объема, а то и всей позиции, понимаете, вот, может ли быть рост дальше, может, но я думаю, вероятнее всего, это уже финалочка, вот, у вас есть возможность выйти еще на хаях, поэтому фиксируйте все позиции, я вам рекомендую, может ли продолжиться, может, ребята, я не исключаю, но, потому что я вижу, это, скорее всего, уже финальная стадия, в идеале, конечно же, надо было выходить, там, пару дней назад, там, 20-го, 21-го числа, ну, не суть, все равно, вы можете выйти на хаях, потому что вы там не дозаработаете, я не знаю, 20% это роли не сыграет, далее, по поводу остальных монет, хобби токен, тоже меня часто спрашивали, стоит ли там, не стоит, ну, ребят, тут манипуляции проводятся определенные, то есть, от данной биржи, и нужно это иметь в виду, то есть, буду ли я его докупать, да, однозначно буду, я считаю, но, как высокий риск, то есть, как мы видим, такие пампы какие-то непонятные, то Джастин Сан там пришел к управлению, то он не пришел, ну, и да, я начинал докупать его еще вот здесь вот, получается, с 10 баксов, не жалею абсолютно, накопление тут было мощное, то есть, откуда она выстрелит, никто не знает, она могла как отсюда выстрелить, так отсюда, так и отсюда, вот и все, докупал ли я по вот этим отметкам, еще пока нет, то есть, я жду укатывания рынка, укатывания альтов, я альты сейчас, и вообще, я ни хера сейчас не докупаю, я жду обвала битка, а потом уже можно будет присматриваться к альтам, тем более, к таким, скажем так, ну, второго сорта, которые, ну, не имеют смысла докупать в спешке, да, то есть, они еще могут обвалиться, куда может обвалиться хобби токен, ну, однозначно, куда-то сюда, как минимум, к вот этим уровням, потом сюда, потом вот сюда, а то и вот сюда, поэтому торопиться, могут ли удержать, да, там есть сжигание, да, там есть ограниченная миссия, но, нужно иметь в виду, что вот эти пампы, монета очень сейчас волатильная, очень дерганая, поэтому заходить в нее опасно, и, ну, докупать сейчас ее, я не рекомендую, либо, тем более, там, на каких-то вот этих хаях заходить, которые были, ну, это тупизна полнейшая, Вот, по поводу файлкоина, тоже меня часто спрашивали, что там по файлкоину, стоит ли сейчас лезть. Опять же таки, я бы сейчас тоже выходил бы всей позиции, ну, та, которая у вас в плюсе, естественно. Если у вас какая-то позиция, ну, если кто не понял по поводу всей позиции фиксироваться, если вы там докупались здесь, здесь, вы вот эти монеты держите, а те монеты, которые вы там купили здесь, либо здесь у вас в плюсе, да, вот. Ну, кто в ноль хочет выйти, это его осознанное решение. Ну, я, если у меня была возможность выйти в ноль, я бы не выходил бы, я бы холдил бы. Вот, если бы я сейчас, к примеру, заработал на отскоке, и я понимал, что я захожу ради отскока, либо я принял решение и понимаю, что, допустим, еще могут укатать, да, но такие реквинации я даю в закрытом клубе, то тогда я бы, естественно, вышел. Если бы вы забрали, там, 50%, 2, 3, я бы выходил бы, вот, по файлкоину, и выходил бы сейчас, ну, вот, всю позицию, допустим, что вы закупили по вот этим отметкам, я не в плюсе, я бы всю фиксировал. Вот, то, что вы закупали ранее, по более высоким отметкам, что у вас в минусе, либо в нуле, я бы холдил бы в долгосроке, естественно, минус фиксировать смысла не имеет. Я думаю, данная монета однозначно себя покажет, ролики были на канале. Но, в целом, потому что я вижу, движение уже окончено, и объемы у нас падают, и, соответственно, у нас идет коррекция, идет отскок, ну, и тест такой финальный, ну, и после этого будет дальнейший дамп. Это то, что я вижу. Ну, и, конечно же, вот эта вся модель, которая была у нас вот здесь, получается, это все, естественно, сбреется, и мы можем запросто укататься обратно к этим отметкам. Поэтому, ну, сидеть и высиживать яйца там я не вижу смысла. Вот, по этим монетам понятно. По поводу остальных, там, многие спрашивали, получается, китайская криптовалюта нам говорят, что это там у нас популярная Доги. Ну, давайте глянем, что там по поводу Доги. Я не помню, что там Доги, Шип. Показали ли они себя? Ну, давайте глянем. Да нет, не показали, стоят на месте ничего особенного. Если по поводу Шипа, давайте глянем. Они обычно вместе ходят. Да, тут есть локальные ХАИ, но, опять же-таки, сейчас лезть опасно. Видно, крупняка разгружает позиции, и вот это все будет сбрита. Вот, и будет сбрита, скорее всего, на минус 40%. То есть, я бы сейчас бы не лез бы. Далее, что у нас еще такого интересного? Ада Кардана тоже меня спрашивали, стоит ли ее закупать. Я не помню, китайская она либо нет. Можете написать заодно в комментах. Вот, по поводу данной монеты. Нет, я не лез бы. Крупняка разгружает позиции. Выше цену не пускают и укатают, как минимум, сюда. Поэтому уже, кто хотел, там, можно было забрать около, там, 60%. Это с той целью, если вы закупаетесь не в долгосрок, да, если вам похер на эти отскоки, а вы заходили спекулятивно. Я для этих людей снимаю данный ролик. Вот, если кто хотел спекулятивно отскок забрать, вот, можно это сделать. Я, естественно, не фиксировался бы, если вы холдите в долгосрок. Но это моя стратегия, опять же-таки, по щиткам, по щиткам, да. Вот, потому что CFX я подназначен фиксировался. По остальным монетам, по типу, там, я не знаю, Neo, Qtuma, естественно, я бы держал бы далее. Вот, давайте, кстати, по поводу Qtuma сразу, пока я вспомнил, потому что я Neo назвал. Qtuma, это тоже китайская криптовалюта. Естественно, естественно, надо было в идеале фиксироваться вот здесь, 20-го, либо 21-го числа. Как видим, кстати, они одновременно выстроились. Сейчас лезть в них уже поздно. Покупать их, естественно, смысла не имеет. Но если вы хотели выйти, в принципе, вам еще дают возможность зафиксироваться. Пока, ну, минус, там, 20%, окей. Если вы скажете, отсюда мерить, к примеру, ну, да, мы недозаработали, там, где-то, ну, даже больше, там, даже, может, даже 20-30%. То, ребят, это не критично, невозможно забирать 100% движения, если у вас не наметан глаз, нет опыта, знаний и так далее. Поэтому, и тем более, если, ну, как бы, вы не состоите в закрытом клубе, чтобы своевременно спросить, либо получать эти рекомендации. Я не навязываю, но, я же говорю, в 8, а то и в 9 случаях из 10 я давал рекомендации выходить на хаях, и на таких отскоках тоже, в принципе, можно было выходить. Ну, дело каждого, верить мне, либо нет, я не собираюсь, там, никому ничего доказывать. Вот, поэтому все пруфы есть, там, в гугл-форме, там, и так далее. Кто знает, тот знает. Вот, поэтому я пождал бы снижения к тем уровням, откуда эти монеты стартанули. Щитки какие-то, по типу CFX, там, и остальных каких-то монет, я бы однозначно фиксировал. Вот, то есть, многие спрашивали, там, за флоки, там, еще там, что-то. Их надо фиксировать, не надо их холдить долгую, понимаете? Щитки надо фиксировать, потому что они могут до конца медвежки, до конца кризиса не дожить, понимаете? А многие этого уж не догоняют. Далее, получается, что там еще? Ripple XRP, Engine Coin, давайте глянем. Ripple XRP, ну, XRP я уже обозреваю каждый день, всех уже задолбал, наверное, и меня, в том числе, отчасти. Вот, ну, стоит на месте, ничего особенного. Далее, что там, Engine Coin, давайте глянем, я так понимаю. Ну, по аватарке, насколько я правильно понял. Вот, очень похож. Да, сейчас он тоже выстрелил, я бы сейчас бы фиксировал со всей позиции. Вот, видно, что выше цену. Могут ли продлить? Могут, ну, 2,5X, практически 2X, кто заходил, можно было забрать. Если кто будет мусолить, сидеть до последнего, мурыжить и жадничать, там, и так далее. Ребят, ну, вы потом обожжетесь, и вот те, кто сейчас жадничает, они потом будут сидеть и смотреть, как монета падает. И потом думать будут, о, что я не послушал саню, надо было все-таки фиксироваться, хотя бы часть. И вот это, понимаете, они потом начинают, когда фиксироваться, угадайте, когда цена падает, понимаете? И когда даже в минус уходит, и они думают, не-не-не, вот сейчас развернется, и будет дальше, будет дальше, будет дальше. А дальше оно не идет, и бах, и они видят, что цена уже ниже закупочной упала, и они фиксируются в минус. И так оно и по битку будет, и по всем остальным моментам, монетам, да? И моментам, и монетам. Вот, поэтому имейте это в виду. Вот, по поводу остальных китайских криптовалют, давайте глянем, что еще я пропустил. Такой АЦХ, Алчеми, меня тоже спрашивали, стоит ли там закупать. Ну, давайте глянем, что по Алчеми. На текущем этапе я тоже выходил бы всей позиции, объемы у нас падающие, да, то есть, как минимум, объемы очень сильно падают. Понятное дело, если вы там, типа, недозаработали, фиксировались на этой большой свече, у меня тоже самое было с сэндбоксом, я вам могу сказать, тоже самое, вот один в один ситуация. Жалею ли я? Ну, да, типа, недозаработал очень большую прибыль, если бы захолдил. Ну, вот, поэтому я спекуляциями не занимаюсь. Но, но, данная монета высокоисковая, и вы не можете знать, понимаете? Вот, я зафиксировался вот ровно на вот этой свече. Я закупил ее вот здесь, я давал, кстати, бесплатные рекомендации. Я не буду чесать, что я забрал все движение, там, все 4 и 5 иксов, я забрал где-то или 2, или 3 икса, не помню, по-моему, 3. Вот, и после этого монета продолжила свой рост, ну, тогда еще бычаринок подключился, понимаете, более активный. И, как мы видим, постояли мы здесь в накоплении, давайте глянем, сколько мы постояли в накоплении, около, почти полгода, 6 месяцев, почти, да, ну, там, 5,5. И после этого мы сходили сколько? Как вы думаете, жалел я? Да, жалел, я по чилизу недозаработал, тоже могу вам показать. То есть, смотрите, 20 тысяч процентов, ну, окей, даже хер с ним, вот здесь, можно было 10-20 иксов заработать, понимаете? Вот, давайте по чилизу я покажу, я дал даже рекомендации в закрытом клубе, а сам, сука, тупанул и не зашел, понимаете? То есть, я банально забыл, то есть, замотался с делами, и вот здесь была тоже хорошая ситуация, хорошие сетапы, я по своим признакам это определил, вот, и там новостной фонд потом подъехал, и, как минимум, можно было забрать вплоть до 50 иксов. Я проебал это движение, понимаете? Люди заработали, да, в клубе, и на ютубе я давал, по-моему, даже, ну, на ютубе не помню, но в клубе точно давал, была рекомендация. Вот, и после этого, как бы, я провтыкал, понимаете? Я пожалел очень сильно, потому что я забыл банально зайти, забыл закупиться. Я думал, я купил, а я посмотрел, а у меня их нету на руках. Ну, вот так вот бывает, ребят, что провтыкал, поэтому надо все сразу делать, а не сидеть телиться, что типа, вот, потом сделаю. Вот, фламинго, ну, фламинго тоже был какой-то отскок, естественно, в идеале, я же говорю, видите, монеты одновременно вот эти все постреляли в дни и те же дни, 20 февраля, надо было фиксироваться. Если вы не успели, ну, да, вы фиксируетесь, типа, уже на коррекции, но я фиксировался бы лучше сейчас. Если вы хотели забрать, потому что, ну, однозначно, монеты укатают и будут укатывать к вот этим отметкам, я же говорю, к отметкам, куда они и стартовали все. Поэтому монета тоже щитковая, как фламинго, как и конфлюкс. По поводу нео-кьютома, я считаю, риск по ним средний, как и по вету, то же самое. Поэтому данные монеты, ну, вот, нео-кьютом, там, вет я бы не фиксировал, я бы холдил бы в долгую, если бы они, ну, допустим, я бы покупал бы по вот этим отметкам, когда биткоин был 16-15 тысяч, тогда бы я холдил, и фил бы я холдил. А вот эти там АЦ, Алчеми, там, фламинго, хай, ки, там, что еще, конфлюкс, вот эти монеты, то есть, что там еще у нас, хобби токен, там, по возможности, ну, хобби, ладно, там, под вопросом я бы холдил бы тоже. Вот, то есть, вот эти все щитки я пофиксировал бы, да, которые я перечислил. Вот, давайте остальные монеты, что там осталось у нас, хай монета, давайте глянем, хай стоит, посмотрим, что она из себя представляет, что она там дала, а экс, и не дала. То есть, видим, одна и та же, да, одна и та же картинка, ну, тут, как минимум, задержали подольше, она стреляла еще месяц назад. Вот, многие, конечно, обратили внимание только сейчас, когда она на хаях, но я не удивлен, в принципе, так оно всегда и происходит. Большинство людей сидят, телятся, а потом такие, о, монета выстрелила, надо заходить, ну, конечно же, надо выходить уже. Да, было накопление некое, но, опять же-таки, тут была ситуация такая неоднозначная, и не факт, что данная монета выстрелила. То есть, да, можно было заработать, да, конечно же, но я не докупал, почему? Потому что я ожидал движения без отскоков, вот, ну, кто-то скажет, ошибся, не ошибся, да мне срать, честно. Ну, я не дозаработал, мне вообще по барабану, я уже записал аудио даже по этому поводу. То есть, кто заработал, поздравляю, ребят, я знаю, что я заработаю на бычьем рынке, заработаю куда больше, чем вот это сейчас, там, вот это канитель, отскоки и так далее. Вот, поэтому, кто не фиксировался, ребят, настоятельно рекомендую, видно, что крупняк здесь возит-возит, разгружает позицию, поэтому, как только мы пробьем вот этот уровень, да, в 2,5 доллара и вот здесь вот, то нас укатают. Поэтому, имейте это в виду, я сейчас не жадничал бы, однозначно фиксировался, фиксировался бы всей позиции по данной монете. И смысла сидеть и высиживать яйца здесь не имеет. Поэтому, кто будет пересиживать, ну, потом увидит падение, будет фиксироваться уже в 0, там, либо на хрях. Ки, кстати, заделистила бинанс данную монету к USDT, не знаю, кстати, почему, там, типа, щиток, там, высокоисковый актив. Много бы USD оставила, ну, и, как видим, в принципе, сейчас я бы тоже фиксировался, идет финальный ретест. Вероятнее всего, завтра, послезавтра мы увидим уже падение. То есть, финально сбрили шарты и дальше пойдет дамп вниз. Поэтому всей позиции бы тоже из Ки я выходил бы. Тем более, да, было здесь накопление, многие тоже могут сказать, можно было заработать. Но ты никогда не знаешь, когда эта монета выстрелит. Вот то же самое, могу повести пример. Мы зарабатывали монета Уин и Юнфи, смотрите. Монета Уин. То же самое, на выстреле многие начали спрашивать, как вы думаете, когда у меня? Когда вот это вот пам был, либо вот здесь уже, когда она упала. Думают, а стоит ли перезаходить? Вот. И мы начали ее закупать, я же говорю, мы начали ее закупать еще, там, с 21 года, вот здесь, с июня, там, понимаете? И мы ее холдили, многие не догоняют, что типа, ой, а вот это вы такие иксы по ней забрали. Так мы держали ее, понимаете, сколько? Мы ее держали год или даже полтора считая, понимаете? Вот. И после этого, конечно же, епта, мы заработали тут порядка, там, 5, а то на пике можно было забрать около, там, кто-то 20 иксов даже забрал, кто усреднялся, кто-то 10, 13, там, ну, то есть зависимости. Ну, средние, средние иксы, получается, у нас 10 икс было, понимаете? То есть я это все показывал, предоставлял. Вот, в принципе, что еще у нас осталось, давайте глянем, финальные монеты, там, а доги, давайте, там, а доги, тоже, по-моему, по поводу, там, а, сейчас, не находит данную монету, ладно, хрен с ней, короче. Но если в плюсе, ребят, фиксируйтесь однозначно, Battle Infinity, вот, Lucky Block тут какая-то монета, ну, как говорится, монета у нас данная упала, ничего особенного не произошло. Ну, BNB тоже, говорят, у нас китайская экосистема, ну, потому что намекают на CZ Binance, да, вот, если перейти на BNB, ну, давайте глянем более здесь удобную картину на самом Binance. Ну, ничего особенного, то есть, бульты хайца на месте, никакого пампа не произошло, ну, как бы, она не косвенно, там, ну, не на пойму, скажем так, китайская криптовалюта говорит, что больше всего трейдится у нас биткоин в Китае. Ну, BNB тоже на месте стоит, NEO разобрал, хобби токен разобрал, ETH, ну, давайте глянем, ETH, то же самое, бульты хайца на месте, вслед за битком повторяет, ничего особенного, то есть, тоже разгружает крупняк позиции выше, пока цену не ведет. Вот, OKB токен, кстати, OKB, меня многие спрашивали, заодно и OKT токен разберем, это у нас биржа китайская, смотрите, тоже она выстрелила, вот, и можно было забрать хорошие X-очки по данной монете, давайте глянем, то есть, давала она вплоть до 5X-ов, понятное дело, это больше шара, что эти монеты выстрелили. Я сейчас фиксировал со всей позиции, вот, если есть вопросы, идет финальный рейтест, и после этого будет у Ката, не может ли продолжиться, может, но после такого движения, тем более, такого параболического, вертикального, обычно это все быстро заканчивается, и завершили мы уже цикл вот этими большими свечами, и, как видим, ситуация, кстати, похожа, как по остальным монетам, давайте пример проведу, даже для сравнения. Тот же Нео, допустим, вот, видите, большая свеча, потом вот тут это подавляющее, ну и то же самое, большая свеча, подавляющее, и потом разгрузка, разгрузка, ну и потом дамп будет и обвал, поэтому, однозначно, она вернется еще к вот этим отметкам, откуда она и стартанула. Может ли продолжиться? Да может, ребята, может быть все что угодно, я же говорю, но, опять же-таки, жадничать, после того, как вы забрали на медвежки, я считаю, 2TX-а это уже хлеб, поэтому, то, что укатают к этим отметкам, это по-любому. Ну, вот, и вот эта вот ликвидность, которая была вот здесь у нас сформирована, вы думаете, она не будет сбрита вот здесь? Да, конечно, будет, и побоют лонгистов очень жестко, которые пожадничали, будут думать, ну сейчас еще выше, ну сейчас еще, и они видят, растет, растет, и не фиксируется, понимаете, они думают, так будет бесконечно. Вот так люди в семнадцатом году и думали, и в двадцать первом, понимаете, но, опять же таки, праздник когда-то рано или поздно заканчивается, и потом обваливается, и все, вот, ну и доги, ну, в принципе, все, я разобрал, такие вот криптовалюты, надеюсь, было полезно, если кто не фиксировался, рекомендую фиксироваться, если кто спекулятивно заходил, кто холдит долгосрок, так и я, то есть, если бы я сейчас докупал вот эти монеты, там, альты на дне, я бы зафиксировал бы все, кроме нео, кьютома, файлкоина, хобби токена, бинби того же самого, ну, то есть, все вот эти высокоисковые, там, игровые токены, там, окоби я бы фиксировал бы по-любому, лаки блок, батл инфинити, там, а доги, что там еще, ацх, алчеми, потом фламинго однозначно, хайстрит однозначно, селфки однозначно, вот, конфлюкс, ну, вот эти все щитковые монеты высокоисковые, понимаете, я бы фиксировал, за которыми особо технологий никаких нету, просто есть красивая легенда, и, по большому счету, я бы однозначно из них выходил, энджин, коин тоже, я бы сказал бы, фиксировал бы, по поводу томада и остальных монет, ада, доги, там, xrp, естественно, я обхолдил, вот, поэтому такие мысли, такие дела, надеюсь, был полезен, напишите в комментах, что думаете, зашел обзор, не зашел, делать ли такие обзоры в дальнейшем, и какие топы криптовалюты еще, рассмотреть, какие области, все, всем удачи, всем пока, Greenleague SEO, это проект, в который я лично инвестировал солидную сумму, и до сих пор получаю хорошую прибыль, можете участвовать со мной, ссылка на проект в описании под роликом.